Духу. Благодарим Бога за всё. Вы что, староверы, да? Да мы все староверы, все от Адама идём. Понятно. Не, ну а какой веры-то? Православной какой. Мы как крестимся и благодарим Бога. Понятно. А сколько вам годиков, если не секрет? А вы сколько дадите? Ну, лет шестьдесят. Ровно восемьдесят. Ну, надо же, а. А если бороду убрать, вообще будет шторок, да? Ну, дело в том, что вот это Господь даёт и убирает. Мне сколько пришлось перенести, так они молодые, уже в двадцать лет крючками делаются. Меня двадцать шесть лет гробила советская власть. Я освободился только в восемьдесят седьмом году. Так, а причина? Как причина? Слово Божие распространял, как проповедник. Тогда особые статьи были. А они подыскивают политически. Именно за православие тебя? Ну, неужели за сектантов сидеть буду? За еретиков зачем? Я православный. Я в двадцать три года обратился сознательно к Богу. И в пятьдесят шесть лет несу эту миссию. Я понял вас. Вас, если биография наша интересует, вы зайдите на наш Ютуб. Называется «Во свете Библии». Я понял вас. Моя бабушка ходит, никто ее не трогает. А мы не молчали. Потому что мы везде проповедовали. Вот сейчас возьмите. Разрешено. Разрешено. Я реабилитирован. Я одновременно вел занятия после этого в пяти университетах. В тринадцати школах. В пяти отделах милиции своих. В воинских частях. Три радиопрограммы. Регулярно, притом еженедельно. И издал тридцать восемь томов книг. И решил подарить библиотекам мира. Мы в Барнауле. Мы дошли до Владивостока находку. И в каждый город в библиотеке я дарил. А потом закинули туда четыре тонны литературы. И прошли до Лиссабона. Португалию. Турцию. Скандинавию. Прибалтику. Север. Посетили шестьсот пятьдесят городов и сел. И везде я дарил полный комплект книг. Теперь вопрос. А кто финансировал издание этих книг? А Господь Бог. Ну такого же не бывает. Ну у вас веры нет. Если желаете слушать. Только чтобы никакой ругани не было. Я вам объясню. У меня ругани нет. Я просто человек материальный. Ну слушайте. Тогда слушайте. Запоминайте. Потому что всякая ложь от дьявола. Евангелие Тяна 8.44. Он лжеца. Отец лжи. У меня ночует два священника. Я вечером им говорю. Знаете, мне выкупать книгу надо. А денег нет. Надо помолиться. Ну а откуда? Я откуда знаю. Откуда? Бог мне ничего не говорит пока. Мы помолились. Часа два прошло ночью. Уже в час ночи. Звонок. Это Россия? Я говорю. Да. А вы такого знаете? Я говорю. Это мой брат. Он священник. А у вас церковь во имя Климента названа? Я говорю. Нет. Это у меня детский лагерь. Я начальник детского лагеря. Сам основал. 45 лет его начальником был. Климента Анкирского. У нас дядя Климент умер. И говорят там, где его названо. Во имя Климента. Другого. Который святой был. Там лучше молитвы доходят. Я говорю. Это лагерь. Но нам все равно. Вы получите за три деньги. Она мне называет 10 цифр. Вестерн Геон. Я утром иду, получаю деньги и книгу выкупил. Священники. Они священники. Они до того удивлены. И вы не знаете. Понятия не имею. Я даже по сей день не знаю, как их имена. Я просто помолился. Но у меня первая книга. А куда они вас узнали? Я сейчас поясню. Это у меня примерно 13-й том выкупать надо было. А первая книга была. Книга стихов. Что-то вас как-то куда-то мешатся. Я помолился. А денег-то нету. И одна у нас сестра была здесь. Она Егоренко, Надежда Павловна. А она заболела. А мы говорим, когда человек умирает, сорочины справляет. Сорок дней душа идет по мытарствам. И ты когда пройдешь, все. Она причащалась. И все. Ну, прям святая. Я говорю, ты там Господу поклонишься. Подойди Николычу до Творец. Он любит помогать нуждающимся. Золотишко подбрасывать. Но вот сороковой день. А мне уже звонят люди. Ну, что? Я говорю, ничего нету. И вдруг в обед звонок. Незнакомый человек. Вы говорите, вам деньги нужны. Я дам вам, говорит. Но только одно условие должно быть твердо выполнено. Я говорю, если по силам, я выполню. Чтобы никто не знал, что я у вас был. А они там три человека. Там нефтяная компания какая. И он услышал. И он не церковный человек. Нет. Он открывает свой совпояжик. Мне отсчитал, сколько надо. И вышел, и все. Я в этот день опять выкупил первую книгу. Книга стихов была. И последняя у меня четыре книги. Книги стихов. Каждая книга по 800 страниц. Вот нам ехать в поездку. И вдруг по телефону меня вызывают. Вы говорите, на издание книг нужны деньги. Я говорю, нет, я уже не издаю. Я умею прерывать. У меня 38 в бумажном варианте и 7 книг в электронной версии. А что дальше? Я говорю, мы едем в миссионерская поездка за границу. Ну так возьмите. Это кто? Я могу назвать. Калининград, Булкин, Дмитрий. Я его по сей день в глаза не видел. Как он узнал? Так это не все. Я пошел получать в банк. А передо мной стоят люди там. И получают по тысяче. А это много? Представьте, если 300 тысяч. Это пачка. Мне же надо, чтобы аккуратно едем. Мы на машине на своей. 120 тысяч километров прошли. Я стою и думаю, дала бы она мне крупные по пятеркам. Красненькие. Она до меня дошла, посмотрела. А вам какие деньги нужны? Никого не спрашивает. Она меня спросила. Я говорю, если можно, покрупнее. Мы далеко едем. Она мне отсчитала по пятерке. А это вот так вот. Все. Мы только на горючее истратили. За одну поездку. 440 тысяч. А у меня пенсия. Вот сейчас. Вот на 30 марта 2019 года. 8 тысяч. 141 рубль. 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. А кем вы работали? А мне нигде не давали работы. Только вне ведомственной охраны при милиции. Чтоб ежедневно я должен быть на глазах. А я прораб. Я моряк. Меня нигде не пускают. Меня окружили со всех сторон. В одном месте только. Железнодорожный район города Барнаула. Но я главное то, что... Главное то, я не голодный. И по сегодняшний день. И Господь дает силы. Мы с нуля строим православную деревню. У нас все свое есть. И скотину держат. Погублено 21 тысяча деревень в России. Почему никто не восстанавливает? А мы с нуля взялись. Все верующие. Первое условие, кто поселяется. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Тогда первый разговор ведем. Официально через краевую администрацию получили статус. Одели юстиции, зарегистрировались. Первым делом храм построили. А брат у меня священник. Понимаете как? Ничего не делай, ничего не будет. Бог. А то мне. Кто? В первую очередь строят туалет. Ну это мы не считаем это за строительство. Мы все строители. Я профессиональный строитель. После как я стал строителем, отец-то у нас без руки, с фронта. Три дяди погибли. А там все проверяют. И меня сразу направили в органы МВД. Строго режимный лагерь. Так меня оттуда взяли в армию. Я готов был военкома целовать. Семь месяцев, две смены, ни одного выходного. А я-то еще там 20 лет и еще ничего не знаю. Только учился. Ну и практика-то была будь здоров. Я вот кому рассказываю, что Бог делает. Я говорю, ты в армии-то служил? Служил. А тебе увольнительную давали? Ну любой скажет, давали. А на сколько часов? Ну на 4, на 6. Я говорю, а ты слышал такое? Вот у меня было. Мне давали увольнительную. Я в город могу выходить. 1 января до 31 декабря. Да такого нет в армии. Я говорю, есть. Я ее не просил и не знал эту должность. Мне сразу рядовой, сразу старшины присваивают. И техник, смотритель воинских зданий, ракетный хвост Дальнего Востока. Я должен проверять здание, кому какому офицеру, какая очередь. Это Бог делает. У меня никакой лапы нету волосатой, чтобы меня продвигало вперед. Я просто молюсь. Я и женя, я на работе, мне надо работать. Да ничего я. Я знаю, что все, когда говоришь, все торопятся куда-то. Желаю вам благ, но у вас рассказ. Я хотел сказать, что у нас в Ютубе во свете Библии много роликов. И вот что мы с вами разговариваем, будет выставлен тоже. Там у нас 14500 роликов. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Запомните. Храни вас Господь. Спасибо. До свидания. Нет иного Бога, кроме единого и вечного, сотворившего мир. Кто тебе сказал-то? Это Господь сказал нам через Святую Библию. А почему не может сказать напрямую, прямо сейчас? Ну и сейчас говорит прямую. Я уверовал в него по слову Божию, волю Божию узнал. А теперь напрямую Господь показывает, кому я должен помогать, куда должен пожертвовать, кому помочь. Ну, положи мне на телефон штуку рублей, поможешь, да. Только ни одного слова плохого не говорите. А я и не говорю. Не говорите. Вот может у вас какие вопросы есть духовные или что-то, я постараюсь ответить. Вопросы, вопросы? Да. В принципе, все понятно. Ну, тогда я вам за... А предсказатели вот я сталкивался с людьми, которые предсказывают за 3-5 лет события. Ну, и бывает пророки Божии, бывают лжепророки, которые обманывают. И люди водятся сатаной, открывают ему, где кого убьют. Вот про это. Божьи пророки говорят о том, как душу спасти. А лживые пророки, как кровь пролить. Все у нас. Богу нашему слава вовеки. Он продляет нашу жизнь, чтобы мы славили его делами своими. Жизнью своей. Потому что без Бога не до порога, как говорят. А с Богом радостно. И с каждым днем ему все ближе и ближе встреча с ним. Я говорю. Только, чтобы никто не ругался у вас там. Хорошо, постараемся не ругаться. Вот если у вас какие-то вопросы есть духовные, вы можете спросить. Да нет, спасибо. Я все, что мне нужно, знаю. Вы все знаете. А тогда я вам... Скажите вопрос, я задам вам. Да нет, спасибо. А почему, простой... Хорни Господь. Простой вопрос. Почему тут много... Ты в церковь-то ходишь, Юноша? Да. Молодец. Только никогда плохие слова не говори никому. Потому что... Например, Пита. Тогда за все придется отвечать перед Богом после смерти. Чтобы в аду не оказаться. Я знаю. Ты знаешь, да знаешь, что за нас Христос умер? Да. Да, вот как. Ты молодец. А у вас церковь далеко от дома? Ну, где-то... Наверное. Я не знаю. Наверное, да. А какой это город? Это деревня. Деревня. Ну, а я из Барнаула, Алтайский край. А у вас какая область? Как называется? Амурская область. О, далеко. Мы там были. Амурская область. Вот так. Сейчас пост идет. Ты знаешь это? Что? Пост идет. Пост. Люди не все мясо... Мясо не едят. Молочное сейчас нельзя есть. Еще 4 недели осталось. Я как раз мясо от жирного не ем. Ну, это хорошо. Надо для Бога это делать. Господь нам дал посты. Мы православные. Православные. И мы должны соблюдать это. А как Бога зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий. А, Бога. Вот, если вы... Город Барнаул. Если Барнаул, Алтайский край. Вот если ты... А у нас... А ты можешь в Ютубе канал найти во свете Библии? А, я это... Ну, я такое смотрел. А, а ты ручку возьми, запиши. Когда дома будут старше, вы меня найдете. Потом мы можем встретиться. Запиши во свете Библии. Ручку возьми. Вот. Во... Две буквы. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Что там дальше? Игнатий Лапкин. Записал? Игнатий. И... Игнатий. Не Геннадия. Иг-на-тий. Да не тупо я. Не понял. Меня зовут Игнатий. И-г-на... Игна-тий. Да. Лапкин. Ага. Вот, если зарядишь, то как раз наш Ютуб откроется. Там очень много хорошего. Там 14 тысяч 500 роликов наших. Ого. Вот. А если по скайпу поговорить, встретиться, тогда просто Игнатий Лапкин. Заряди, и мы встретимся. Вопросы подготовь. Только чтобы был кто-нибудь старше. Тебе сколько лет-то уже? 12. А мне 80. Ого. Вот ого. Видишь, мы с тобой как сошлись. И у нас с тобой разговор хороший. И мы друг друга понимаем. А почему понимаем? Потому что у нас один Отец Небесный. Мы его дети. Мы его дети. Мы оба православные. Вот как. У тебя какие-нибудь вопросы-то есть, нет? Один есть. Как его? Ну, Бога зовут. Бога как зовут? И Иегова. Да. Да. Я знаю. И Иегова. И еще Бог Саваоф. Можешь записать. Восемь раз в Библии говорили. А второе имя. Саваоф. 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 Да. Это означает Бог воинств. Начальник. Военный. Бог начинает войну и оканчивает ее. Вот. Я тебе кое-что скажу, ты запомни. Что никогда никому в чужие дома не заходи. Потому что детей воруют. В никакую машину ни с кем не садись. Пойдешь из дома. Всегда кто родители дома есть. Там как ты зовешь? Папа или тетя как? Папа. Папа или мама. И скажи, благословите меня. Я пошел. Учись хорошо. Потому что это сгодится. Там с ребятишками не надо знать. Они там ругают. Курятся. Курят. Ты не подходи даже к ним. Ты молись свое дело. Знай. Учись. И все. Я начальник детского лагеря. Был 45 лет. И у меня ни один ребенок не потерялся. А мы встаем рано в 5 часов утра. Раз в 5 купаются днем ребятишки. Славится с Богом. До свидания. До свидания. С Богом. Давай. Отца Евгения. У вас, если есть духовные вопросы какие, можете задать. Только чтобы не ругались. Ни одного плохого слова. А, да нет. Отца Евгения знаете такого? Я ни одного знаю, а несколько. Несколько. Фамилию надо знать. Соколов. Нет, не знаю. А так в каком он городе? Нет, он. У него в Ютубе ролики. Интересно вам рассказывать. Ну, у меня ролики. Мои ролики интереснее намного. Вы зайдите только. Во свете Библии называется. 14 500 роликов у нас. Мы строим деревню православную с нуля. Я начальник детского лагеря был 45 лет. Наш лагерь православный. У нас миссионерская поездка была. Мы 120 тысяч километров прошли по миру. От Барнаула до Владивостока. Потом до Лиссабона. Прибалтику. Скандинавию. Я везде дарил 38 томов, которые у меня книги вышли. 650 городов посетили. Наши интересные. Все заснято. Встречи какие на стадионах. В домах культуры. Потому что мы верующие. У нас богослужения как идут. Как люди обращаются. Как крещение. Как деревня строится. А вы своими словами объясняете или какими-то по книжкам? Ну, своими словами я разъясняю написанное в Писании. Меня не раз спрашивали. А как считать прямо, как написано в Библии? Вот она передо мной лежит. Надо прочитать, как в Библии написано. Ни одной буквы не потерять. И сказать, где написано. А потом растолковать. Потому что это особая сила. Вот я захожу сюда. И всегда молюсь слух. Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров. К христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам. И возвести о любви Твоей. Что так возлюбил Бог мир. Что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это 3.16 Евангелия Тьяна. А далее я говорю. Христос был распят за наши грехи. Он умер. Это распятие произошло на Голгопе около Иерусалима. Я говорю, если вас интересуют будущие судьбы мира, ни одна книга в мире вам не скажет. А Библия говорит. Не будет вот этой Америки, России. Столица одна будет. Над всем миром. Один правитель в Иерусалиме. Его имя уже известно. Известно, сколько он будет царствовать. Ровно 42 месяца. 42 месяца или 3,5 года. Это все написано. Я Библию изучаю 56 лет. На все волю Божьей, да? О, да. Это предсказано. И поэтому мне тяжело, мне трудно. Меня мучают. 26 лет меня терзали. Я освободился только в 87-м году. Там 5 тюрем. А мне как будто это нечего. Я с Богом. Вот сейчас с одним встретились. Он старенький такой. А сколько вам лет? Я говорю, а сколько дадите? Он лет 60. Я говорю, 80. Вот 10 июня будет 80. Так ты учтишь, сколько я прошел-то. Это на 10 жизней хватит. А почему? Бог. А я с голубями вожусь. У меня три голубятни. Я на велосипедии гоняю. А жена есть у вас? Да про нее зачем говорить-то? Она сама по себе спасается. Нет, ну в смысле... Ну а что это даст? Ну есть жена, 10 детей. Что дальше-то? Еще этого нет. Главное знать путь спасения. Спасение во Христе. То есть у вас жены нет, да? Ну как нет? Ну сейчас нету. Здесь она в город ушла. В смысле... Да. И поэтому верим мы в Бога. Делами надо подтвердить. Вера без дел мертва. А человек говорит, а я не верю. А написано, бесы веруют и трепещут. Демоны. Они веруют. Потому что они были на небе. Произошла там первая революция. И Бог сбросил их туда. Архангел Михаил воевал с ними, победил. И одна треть демонов бывшие ангелы. Интересно. Вот. Хотел спросить что-то у вас. Так, еще скажите. Вот растет цветочек, допустим, да? Что-то не могу слово первое понять. Растет цветочек. Да. Он своего рода реагирует на солнышко. Да. Вот. То есть это растительное мир. Над цветочком подошла коза. Да. Съела, оторвал от него лепесточек. И цветочек даже не понял, что с ним произошло. То есть для него это вмешательство свыше. Я вам к чему сейчас хочу сказать. Над этой козой человек, допустим. То есть, и в принципе, почему мы тоже многое нам непонятно в этом мире, что как создано. То есть над нами есть, это свидетельство о том, что над нами есть какая-то высшая сила. Не сила, а личность. Личность, Бог. Личность, которой можно молиться. Не сила, не энергетика. Отче наш. Я имею ввиду, мы люди так называем. Нет, Отче наш, Сущий на небесах. То есть Отец наш небесный. Мы обращаемся к Нему в молитве. Какая сила? От Него сила исходит. Это большая разница. В каком Он обличии? В обличии человека? Или как? Бог никакого обличия не имеет. Он Дух. Вот, знаете, скорость света 300 тысяч километров в секунду. А за год сколько свет проходит? Так вот сейчас обнаружены планеты на расстоянии 4 миллиарда световых лет. И там Бог. Присподняя. И там Бог. Это 138-й псалом написано. 3000 лет назад Давид написал. Планета Земля это единственная для жизни. Единственная. Больше нигде нет ничего. Странно. Ничего странного нет. А зачем голову надо этим ломать? А динозавры куда делятся? Да их и не было. Но еще дальше-то. Ты думай, как душу спасти. А то голова как земной шар, а сердце как песчинка. Никого не любит. А я хочу знать. Знать то, что подсильно. И тут не все входит. То есть есть вещи, которые невозможно найти? Не нужно. Просто я принимаю как данность. Вот говорят, вот вы не воюете так. Мы мирные люди. А как Гитлер пришел? Я говорю, вы рассуждайте дальше. Гитлер это бич. Бич божий в лицо. Ян Кронштадтский сказал об этом. Но если бы я жил правильно, он бы, а Лоис, его отец, не защищал бы в эту ночь. И он бы не родился. И все этого не было бы. И Сталин не родился бы. Мы должны довериться Богу. У Бога написано все дни записанные в его книгу, когда ни одного из них не было еще. Есть. И его очи. Ладик. Извиняйся, а то мне тут звонит он. Ну, во славу Божию. Если хотите, зайдите на наш YouTube. Открытым оком называется. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Ладно. С Богом. До свидания. Пока.